Всем привет, мои хорошие! Сегодня будет такое видео новости с полей. Расскажу я вам, как мы поживаем, как мы переносим коронавирус. Также я хочу вам рассказать о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, как относятся к этому всему врачи, какие ситуации в больницах. Ну, конечно же, рассказать, как мы переносим эту болезнь. Слава Богу, мы уже выздоравливаем. Нам значительно лучше. Можно сказать, что мы уже даже поправились. Шестнадцатый день идет нашей болезни. Мой муж уже сегодня, даже первый день, пошел на работу. Его выписали. У него уже второй тест отрицательный. У моей мамы второй тест отрицательный. Она тоже уже себя прекрасно чувствует и уже хочет идти на работу. Я уже тоже как бы нормально себя чувствую. Но я говорила, что у меня не было тяжелой формы. Единственное, у меня болела спина и потеря обоняния. Потеря обоняния и у меня, и у мужа, и у мамы так до сих пор и есть. Мы до сих пор ничего не чувствуем. Но общее состояние уже очень даже хорошее. Ну вот, как видите, больше двух недель нам понадобилось, чтобы полностью поправиться. У моего папы состояние тоже значительно лучше, но он находится еще в больнице. Что я вам хочу сказать, мои дорогие. Если вдруг вы сильно разболелись коронавирусом, ну вот затяжная у вас такая болезнь, или разболелся кто-то из ваших родственников, которые находятся в группе риска, обязательно сразу вызывайте скорую помощь и едьте в больницу. Потому что то, что мы лечили отца дома с помощью терапевта, то, что назначал он нам, противовирусные антибиотики, как я вам уже сказала, ему становилось только хуже. Улучшений никаких. В итоге его забрали в больницу, сделали ему КТ, сделали тест, еще раз проверили на коронавирус. КТ показало, что у него 30% поражения легких. То есть уже из-за пневмонии началось поражение легких. Вот, ну врач сказал, что это еще немного, ничего страшного. Вот у меня есть, кстати, знакомый, 35 лет ему, у него выяснилось 74% поражения легких. Представляете, как много? Ну, в общем, в больнице отцу сразу же стало лучше. Ему отменили практически сразу эти антибиотики, которые назначил терапевт, назначили другие какие-то в уколах, колят уколы в живот, дают таблетки, каждый день капельница, и каждый день он ходит дышать аппаратом каким-то, который насыщает кровь кислородом. Потому что, когда его забирали по скорой, у него было 94% из 100 насыщения, вот это, как это правильно называется, я не знаю, ну в общем, когда измеряют кислород в крови. Было 94, это уже мало. Когда 90, там уже, как мне сказали, срочная госпитализация. Сейчас у него уже повысилось до 98, то есть, как видите, там, в принципе, ну делают все, чтобы ты поправился, реально помогают. С первого же дня, как только он прибыл в больницу, поступил, ему стало уже лучше. Температура у него сейчас нету, ну 36,6, 36,8. Чувствует он бодрость, чувствует себя хорошо, немного еще кашель. Ну, в общем, долечивает ему пневмонию. Но дней 10 точно вот он там пролежит. Будет скоро уже у нас неделя. Я думаю, что еще дня 4-5 его там поддержит. Ну, то есть, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Вы видели мое предыдущее видео, какая я была расстроена, я не знала вообще, чего ожидать. И теперь я уже просто успокоилась. Я знаю, что все хорошо, ситуация стабильная, ситуация хорошая. Врачи помогают действительно хорошо. Но это я вам говорю про врачей, которые вот мы вызвали по скорой. Они очень доброжелательные, хорошо отнеслись и к нему, и с нами, со всеми так успокаивали, скажем так, нас. И в больнице тоже. Но что я хочу сказать про врачей-терапевтов. Вот уже, получается, третий терапевт к нам приходил, к отцу один и к мужу двое. Так получилось, что разные приходили. И какая же у них у всех реакция? Когда мы заболели, мы поняли, что у нас коронавирус, мы вызвали врача, сделали тест, сразу поняли, что нам никуда нельзя, потому что, ну, как мы ответственные граждане, да, просят не ходить, просят других не заражать. Но комментарии терапевтов были такие. Да зачем вообще сдали тест? Да ходите вы куда хотите. Да подумаешь, господи, тут и так каждый второй болеет. Я звонила медсестре и говорила, что, ну, когда будет результат теста, потому что что-то долго, тест делался почти неделю, вот бесплатный вот этот тест, который взял терапевт. Я говорю, ну как, вот нам же надо знать, есть у мужа коронавирус. Нет, мы сидим дома, никуда не выходим, дети не ходят в садики, в школы. Они говорят, а почему вы в садики-то и в школы не ходите? Да, господи, да ходите вы. Я говорю, ну как же мы будем ходить? Во-первых, я предупредила классного руководителя, воспитателя, что папа заболел, мы контактные. Ну, у всех такое отношение, как бы, знаете, вот именно у терапевтов, что это полная ерунда. Ходите, заражайте других, ничего страшного. Также моя знакомая заболела тоже коронавирусом и вызвала терапевта, значит, взять ей мазок. На что он пришел, сказал, я вам мазок брать не буду. Ну, коронавирус у вас и дальше что? Вам что, от этого станет легче? Если я вас возьму мазок, вам никуда ходить нельзя будет. А так, ходите, гуляйте, ходите на работу, живите обычной жизнью. И если вам станет плохо так, что вы не сможете поднять стакан с водой, вы меня второй раз вызовете, и тогда я приду, вам тест возьму. Но, если честно, меня, вот как бы, знаете, не укладывается это все в голове, потому что по новостям, в интернете, нам в Санкт-Петербурге штраф 40 тысяч. Если вы будете замечены, что вы болели, и болезнь скрыли, и вышли других заражать, вы такие уроды неответственные. И тут же приходит врач и говорит, да господи, ходите вы, нафига мы вам будем эти тесты делать? Недавно вот приходила врача на днях, и я говорю, ну когда же, когда же будет у мужа подтверждение второго, да, что вот, что там, он еще болен или уже нет. Я говорю, потому что нам надо в садике, в школе. Она была крайне удивлена, что мы не ходим в садике, в школу. Просто она не понимала, почему. В общем, непонятная, конечно, ситуация. Говорят, быть ответственными гражданами, да, в средствах массовой информации везде. А врачи приходят и убеждают, что наплюйте на всех, продолжайте всех заражать, и все нормально вообще. Не обращайте внимания, тут уже каждый второй болеет, все нормально. Среди моих знакомых заболели уже практически все. Заболели целыми семьями. Заболели все родственники, заболели все друзья, их дети, мужья, бабушки, дедушки. Заболели практически все коронавирусом у мужа на работе. Заболели практически все у мамы на работе. Я уже говорила, она работает в аэропорту. Ну, в общем, знаете, вот первая волна, она как-то так, все очень боялись, сидели дома, тряслись. Но из моих знакомых никто не заболел. Я ни от кого не слышала, чтобы кто-то заболел. Вторая волна, все расслабились, успокоились. И вот просто смотришь, там заболел, там заболел, там заболел. Там в больнице, там уже при смерти. Тут в легкой форме, тут у кого-то там в тяжелой форме. То есть у всех по-разному, но все уже заболели. Кто-то мне рассказывает, что сдал тест, показывает, что он уже якобы болел. Появились антитела. Но он даже и знать об этом не знал. То есть совсем была легкая форма. Ну, в итоге, что я могу сказать, в Питере вторая волна, конечно, более жестокая. И я думаю, что сейчас как грибочки пойдут все под скос. Папа лежит в больнице, говорит, что места практически уже нет. У нас две больницы в Питере. Это Ленэкспо. Это такой выставочный там павильон. В основном там всегда выставки всякие проходят, мероприятия. И сейчас его оборудовали под такую коронавирусную больницу. По факту там нет палат. Все просто в коридорах лежат, вот в этих выставочных павильонах. И вторая больница, типа военного госпиталя. И сейчас его переоборудовали вот в коронавирусную больницу. Мой отец как раз лежит там. Ему очень повезло. Когда как раз он поступил, ему сказали, что вы просто счастливчик. Как раз есть одно место. Это просто редкость. И положили его в палату. Так в основном все в коридорах. Мест нет вообще. Где-то неделю назад я слышала, что по-моему 700 мест осталось в больнице по Питеру. Заболевших очень много. Число растет. Растет с каждым днем. Как говорят, что как только мест в больнице не будет, тогда прикроют как раз таки все вообще. Когда уже врачи совсем не будут справляться. Отец говорит, приходит в специальном вот этом костюме, в скапандре к ним. То есть врачи пытаются беречься как только можно и нельзя. Дети мои по-прежнему так и не болеют. Обоняние у них не пропало. Все прекрасно. Кстати говоря, у моего отца, который лежит в больнице, тоже обоняние не пропало. То есть это, видите, не прям такой признак, что обязательно оно у вас должно пропасть. Будем мы сейчас уже идти выписываться в садики, в школы. Мы уже стали выходить на улицу, потому что я звонила в поликлинику. И тоже, вот опять-таки непонятно, муж заболел. Я думала, сейчас буду звонить, нас всех на учет встать. Ничего вообще. Я позвонила сама в детскую поликлинику, говорю, что нам делать, мы контактные. Они говорят, а да, ну а вы болеете вообще? Я говорю, ну мы как бы, нет, дети здоровы абсолютно. А, ну тогда ждите две недели. Ровно две недели от первого анализа мужа. Как две недели проходят, вы приходите к нам. Если дети к этому моменту еще не заболеют, мы вас сразу выписываем. Ну вот уже две недели, как вы поняли, прошло. Я звонила записаться к терапевту. Все терапевты болеют. У нас все учителя в школах болеют. Все терапевты, все педиатры, все вот эти, все вообще, все болеют. И записалась я только, вот через четыре дня мы пойдем. Но очень тяжело, конечно. Сейчас муж еще ушел на работу, как-то полегче стало. Еще бы детей отправить было бы вообще шикарно. Потому что очень тяжело, когда ты себя плохо чувствуешь. Еще все дома, особенно когда дети себя прекрасно чувствуют, и у них полно энергии, этот виск-писк, знаете. Ой, ну в общем, ребят, спасибо всем, кто переживал, кто высказал слова поддержки в мой адрес, в адрес моей семьи. Искренне вас благодарю. Берегите, пожалуйста, себя. Будьте здоровы. Я вам от души этого желаю. Мойте лучше руки. Вот я теперь уже, знаете, как бы так, ну не боюсь, скажем так. Потому что, как говорят врачи, минимум на три месяца у меня антитела выработались. Ну а там уже и весна на носу. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, второй раз не заболеть. Потому что это, конечно, очень нехорошая болезнь. Не знаешь, чего от нее ждать. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok